Здравствуйте! Сегодня мы начинаем с вами изучение препаратов, которые влияют непосредственно на психические процессы. Это вещества, которые могут изменять наши мотивации, эмоции, наши интеллектуальные процессы, как в норме, так и при различных патологических состояниях. Ну, естественно, их в основном применяют для лечения различных психических заболеваний, но можно, конечно, их применять и для каких-то других целей. В частности, некоторые из этих препаратов используются как наркотики. Ну, мы об этом будем говорить ниже. Итак, психотропные препараты и первый класс препаратов, которые мы с вами рассмотрим, это так называемые транквилизаторы или анксиолитики, то есть противотревожные средства. Это класс успокаивающих средств, которые устраняют тревогу, страх и внутреннее напряжение, психический стресс. Название это появилось еще с 19 века. Транквилизатором называли кресло, к которому привязывали буйного больного, такое жесткое, деревянное, с высокой спинкой. И с тех пор вот такие успокаивающие препараты стали называть транквилизаторами. Ну, понятно, что уже исходя из такого названия, эти препараты должны были оказывать прежде всего успокаивающие, седативные действия должны были оказывать. Они не должны были исходно устранять только тревогу. Это были такие тормозящие препараты. Применялись они при невротических и неврозоподобных состояниях. У нас в стране они выписывают столько, дают столько по рецептам, свободно их купить нельзя. Но в некоторых странах, например, в Соединенных Штатах, эти препараты назначают школьникам беспокойным учителям, чтобы эти школьники не мешали. И на Западе вот идут дискуссии довольно обширные о том, можно ли вообще, ну, во-первых, по медицинским показаниям давать такие препараты без рецепта, без медицинского осмотра. И затем не является ли вот такое применение транквилизатора покушением на свободу личности. Ведь мы химически фактически подавляем активность такого человека, хотя она у него может быть генетически просто вот запрограммирована. Ну, ему сложно сидеть просто так, его нужно увлечь чем-то, каким-то другими способами, не химическими, на него воздействовать. Ну, механизм действия транквилизаторов, поскольку прежде всего они оказывают седативные действия, они должны активизировать как-то гамкоргическую систему, то есть систему тормозного медиатора, а уже через гамкоргическую систему влияют на другие медиаторные системы, уменьшают выброс норадреналина, влияют на серотонинергическую и дофонинергическую систему, и оказывают влияние на холенергическую систему. Полагают, что воздействуя, подавляя норадренергическую систему, транквилизаторы оказывают седативные действия и гипнотические. Некоторые из этих препаратов используются как снотворные средства и противосудорожные. А вот воздействие на серотонинергическую и дофонинергическую систему уже оказывает действие на тревожность, на страх, фобии различные. И попутное воздействие на холенергическую систему уже нежелательно. Таким путем мы подавляем процессы, которые связаны прежде всего, как думают, с когнитивными процессами и вызываем интеллектуальные нарушения. Поскольку вот такие психологические эффекты могут быть разнесены по разным медиаторным системам, то есть обеспечиваются различными биохимическими процессами, то сразу возникает и предположение, что, по-видимому, можно найти такой препарат, который оказывал бы, допустим, противотревожные действия, но не подавлял бы общей активности, что, в общем-то, часто бывает просто необходимо. Ну, например, водолазу желательно не бояться ничего, но в то же время быть активным, потому что подавление активности может быть просто опасно в такой работе. Или водителю, например, при различных стрессорных ситуациях желательно вот этот седативный компонент эффекта устранить. Вообще транквилизаторы, вот классические транквилизаторы, оказывают несколько эффектов. Прежде всего, это успокаивающий, снимающий тревогу эффект, из-за которых они и называются транквилизаторами или анксиолитиками. Их сейчас предпочитают называть именно анксиолитиками даже, а не транквилизаторами. И антифабический эффект, подавление страха, панических атак различных. Но, кроме этого, многие транквилизаторы оказывают также гипнотический, седативный эффект, расслабляющий, релаксирующий и противосудорожные действия. Поэтому такие препараты используются как снотворные, противосудорожные препараты. И при этом стараются еще найти такое вещество, которое бы, допустим, оказывало, снимало бы тревогу, но не обладало гипнотическим и седативным действием. К таким веществам, современным транквилизаторам, относятся, например, бензодиазепины, о которых мы уже говорили. И сейчас я покажу картинку, которую показывал на предыдущих лекциях, возможный механизм действия бензодиазепинов. Вот справа это эффект гамма-аниномастерной кислоты в норме. Гамм выбрасывается из синаптического окончания и увеличивает проницаемость хлорного канала, вследствие чего возникает и торможение мембранное. А бензодиазепин, присоединяясь к своему участку гамм бензодиазепинового рецепторного комплекса, еще больше, во-первых, увеличивает проницаемость хлорного канала, раз, и второе, увеличивает число включившихся рецепторов и хлорных каналов, таким образом увеличивая еще большее торможение. Некоторые, многие из транквилизаторов, оказывают, обладают стимульными свойствами, но, собственно, не обязаны обладать стимульными свойствами, у них задача такая, снижать тревожность. При этом они могут вызывать привыкание и зависимость, хотя и такая зависимость слабая. Но затем, может, после отмены такого препарата, может быть абстиненция, проявляющаяся в длительной депрессии, тоске, беспричинных страхах. Их желательно тоже как-то избегать, как это делать, задача фармакологов найти такой препарат. Вот возможно ли диссоциация тревоги и активности? Вот сроки развития толерантности по этим эффектам оказались различны, то есть механизмы тревожности и механизмы активности и их влияние на них анксиолитиков, по-видимому, различны. И, видимо, можно создать препарат без седативных свойств для работающих в таких вот экстремальных условиях, о которых я говорил, вот операторы, для которых очень важна концентрация внимания, военнослужащие, сотрудники МЧС, например, вот у нас в стране. Итак, какие конкретно препараты можно отнести к транквилизаторам? Ну, прежде всего, я уже говорил, это бензодиазепины. Первый из них хлордиазепоксид или элениум, диазепам или риланиум, седоксин. Мы о них уже говорили, эти препараты эндогенные, они, в принципе, обнаружены и у нас в организме. Кроме того, у нас в стране создан феназепам, бензодиазепин гораздо более сильный, чем, допустим, тот же диазепам, его химический родственник. И, наконец, гидазепам. Это бензодиазепин дневной, как говорят. Его называют дневным транквилизатором. То есть он, в основном, снимает тревожность, не влияя на активность. Не подавляя активности, не обладая таким вот седативным действием. Поэтому гидазепам, в общем-то, можно предпочтительно перед феназепамом принимать водителям, пилотам. То есть людям, которые работают в седативных, в экстремальных ситуациях и должны избежать седативного воздействия препарата. Есть транквилизаторы, влияющие на другие медиаторные системы, например, на серотонинергические рецепторы. Это босперон, частичный агонист первого подтипа серотониновых рецепторов. Возможно, что он действует как антагонист постсинаптических гипокомпальных рецепторов. У него нет седативного эффекта и зависимости, но транквилизирующее действие проявляется только после двухнедельного применения. Тогда как эффект бензодиазепинов проявляется через несколько минут после перорального приема. Другие успокаивающие средства, которые известны довольно давно и, наверное, известны всем, это соли брома, настои различных растений, например, та же валерьянка или настой пустырника. Эффект вот этих настоев и того же брома зависит от типа нервной системы. Скажем, Павлов использовал бром для тестирования типа нервной системы у собак. И обнаружил, что на собак с различным типом нервной системы эти препараты действуют по-разному. На животных других видов эти препараты действуют по-разному, скажем, в так называемом открытом поле. Открытое поле – это площадка довольно большая, квадратная или же круглая, в которую выпускают, ну, в основном работают на грозунах, мышах или крысах. Выпускают животное на такую площадку и смотрят, как оно себя там ведет. Могут быть три типа поведения. Сначала животное обследует эту поверхность, затем по мере ознакомления с территорией активность постепенно угасает и в конце концов, вот как на левой кремой, животное затаивается. Площадка становится обследованной, неинтересной. Другие животные более пугливые сначала затаиваются, замирают, затем после привыкания к этой территории появляется исследовательское поведение и двигательная активность повышается, а после ознакомления с территорией снижается. Ну и, наконец, может быть, третий тип поведения, когда животное сначала начинает метаться, пытаясь скрыться, по мере ознакомления с территорией сначала уходит страх и снижается двигательная активность, затем появляется исследовательское поведение, которое также исчезает. Ну, примерно такие же типы поведения, но только, естественно, не в открытом поле, можно наблюдать, в общем-то, и у людей. Так что транквилизаторы будут действовать на людей также по-разному, учитывая их тип нервной системы, тип высшей нервной деятельности, как они себя в норме ведут в каких-то экстремальных ситуациях. Так на них будет действовать и транквилизатор. Ну, помимо транквилизаторов, есть изобретены также препараты, которые применяют уже только для психических больных, ну, грубо говоря, для сумасшедших. Вот когда-то таких, ну, не так давно, до 50 лет назад таких препаратов практически не было, и для таких вот больных, активных, применяли препараты, которые просто подавляли их активность, подавляли функции мозга. Вот эти вот препараты, которые мы сейчас с вами будем рассматривать, они называются нейролептиками. Это первый класс истинно психотропных лекарственных средств, потому что они влияют именно на психические процессы, не на моторную какую-то активность, а на процессы восприятия и мышления, и на мотивации эмоций. Их когда-то одно время называли также большими транквилизаторами, но потом по современной классификации разнесли в разные классы. Транквилизаторы мы с вами можем применять, а вот нейролептики применяют только психически больные. До вот этих вот современных нейролептиков применялись седативные средства, не связанные с нормализацией функций мозга, не связанные с разумом. Снотворные транквилизаторы, использовался инсулиновый шок для лечения таких больных. Есть две главных особенности у нейролептиков. Это, во-первых, общеуспокаивающие действия, почему их и называли большими транквилизаторами одно время. Уменьшение реакции на внешние стимулы, подавление чувства страха, агрессивности, ослабление общей активности. И второе, самое главное, это антипсихотическая активность, то есть подавление нарушений психики и интеллекта, которые связаны с заболеванием. В обычных дозах снотворного действия у нейролептиков нет, хотя они и обладают седативным эффектом. Но нейролептики могут способствовать наступлению сна. Они усиливают действие седативных средств, потенцируют эффект общих анестетиков и местных анальгетиков, ослабляют эффект психостимуляторов. Так что в сумме, можно сказать, у них все-таки подавляющее действие, а не стимулирующее. Хотя это подавляющее действие, в общем, ведет к нормализации функций мозга. Нейролептика оказывает общее антипсихотическое действие, воздействуя на психоз в целом и приостанавливает его развитие. С постепенной редукцией или резким обрывом. И может оказывать нейролептик избирательное антипсихотическое действие, влияя на отдельные психопатологические симптомы, так называемые продуктивные. Это бред, галлюцинации, продуктивными они называются потому, что это как бы добавка к нормальной нашей психике, нормальному восприятию, когда мы к нормальному поведению добавляется еще какой-то неадекватный компонент, или же мы начинаем воспринимать что-то дополнительно несуществующее в виде бреда, галлюцинации. Это бывает очень часто связано с повышением уровня активности дофанинергической системы. Мы об этом уже говорили, когда речь шла об этой системе в той лекции. Типичные нейролептики оказывают влияние на многие медиаторные системы, но основное их действие – это подавление дофанинергической активности, блокада, в первую очередь, второго подтипа дофаниновых рецепторов, что ведет к изменению активности коры и таких подкорковых структур, как лимбическая система, базальные ганглии, гипофиз. Ну и кроме того, нейролептики оказывают действие на холенергическую, адренергическую, гистонинергическую и серотонинергическую медиаторные системы. Типичными нейролептиками для лечения расстройств с продуктивной симптоматикой являются хлорпромазин или аминозин – это первый изобретенный нейролептик, и наиболее сейчас распространенный и популярный – так называемый галлоперидол – блокадр второго подтипа дофаниновых рецепторов. Типичные нейролептики имеют побочные эффекты, вот те, про которые я только что говорил. Это могут быть те или иные моторные нарушения. Это могут быть экстрапирамидные расстройства, может быть, поскольку это повышение уровня активности дофанинергической системы, то это может быть лекарственный паркинсонизм, а паркинсонизм, если вы помните, связан с дефицитом дофанинергической системы, мы устраняем ее активность и таким образом приводим к моторным нарушениям. Ну и может быть также и каталепсия, каталепсия, пусковая гибкость на фоне действия такого препарата, ну, того же галлоперидола, так же, как и при некоторых формах шизофрении, возможны изменения, такие изменения моторики, что, ну, скажем, больного можно поставить в какое-нибудь, поместить в неудобное какое-то положение очень, и он будет в этом неудобном положении находиться часами, не меняя этой позы. Это, в общем, и называется каталепсией. Кроме вот этих типичных нейролептиков, из-за их побочных эффектов, таких вот негативно-моторных, фармакологи стараются найти и нейролептики, нейролептики, которые не обладают такими побочными эффектами, во-первых, и во-вторых, устраняют так называемую непродуктивную симптоматику, потому что ведь очень много психических расстройств без бреда и галлюцинаций, такие как социальная отчужденность, заторможенность мышления, нарушение памяти, отсутствие побуждения и мотивации каких-либо, полагают, что эти нарушения могут быть связаны с дефицитом глютаматергической системы и других медиаторных систем. Для лечения таких больных используют другие препараты, во-первых, те, которые влияют на глютаматергическую систему и над этим продолжают работать фармакологи. Сейчас уже имеется в клинике такой препарат, как сульперид, это тоже антагонист второго подтипа дофаминовых рецепторов, но и раз он антагонист и, следовательно, подавляет активность дофаминергической системы, то он, естественно, обладает и побочными моторными нарушениями. Ну и, кроме того, есть препарат, не вызывающий экстрапирамидных расстройств, а залептин или клозапин. Его часто также и так называют. По-видимому, он связан с действием на другие медиаторные системы. Вообще, одно время и справедливо нейролептики называли химической смирительной рубашкой. И это, в общем-то, была своего рода похвала этой группе препаратов, поскольку можно было отказаться от механической фиксации буйных таких психических больных. Можно было дать просто препарат, и больной не требовалось никаких смирительных рубашек, никуда его привязывать не нужно было. Он не испытывал никаких переживаний при этом. И в то же время мы достигали эффекта, устраняли, помимо всего прочего, галлюцинации, потому что химическая рубашка галлюцинации и бред сохраняли, все страхи и фобии оставались при больном, но он не мог никуда деться в этой рубашке. А на фоне действия нейролептиков все это уходило, и переживания больного исчезали. Хотя саму болезнь мы никак не затрагивали. Мы просто убирали вот эти проявления, которые были неудобны прежде всего окружающим. До фонинергических, но радоэнергических окончаниях часто находят и сопутствующие пептиды у таких больных. В этом случае полагают, что по-видимому заболевание связано не просто с дофонинергической какой-то там системой или норадоэнергической. Она изменяет свои функции из-за действия возможно вот этих вот сопутствующих пептидов. Какие это пептиды пока не расшифрованы. Мы не знаем, когда мы будем знать. Возможно появятся какие-то новые лекарственные препараты, которые можно будет использовать для лечения таких больных. А сейчас для того, чтобы пролонгировать, продлить действие препарата, эти лекарства вводят в виде масляных растворах внутримышечно. И из этого масляного депо препарат после внутримышечного введения рассасывается довольно долго. Можно инъецировать его один четыре раза в неделю. Или даже один раз за четыре недели. Что также является таким вот техническим как бы достижением при поиске нейролептиков. Ну другим как бы противоположным противоположной группой препаратов которые здесь следует упомянуть это видимо средства которые влияют на используются при лечении болезни Паркинсона. Вот мы только что говорили что при лечении шизофрении тем же галлоперидолом то есть препаратами которые подавляют дофонинергическую активность одним из побочных эффектов может быть лекарственный паркинсонизм. Ну вот мы имеем дело с настоящим паркинсонизмом в тех случаях когда происходит поражение дофонинергической системы. При болезни Паркинсона по какой-то причине начинают гибнуть дофонинергические нейроны экстрапирамидной системы включается активируется ген смерти и при этом заболевании начинается апоптос нейронов в черном веществе в субстанции нигра и поскольку вот на схеме представлено в норме эти дофонинергические нейроны оказывают тормозящие влияние на неостреатум на полосатое тело и таким образом уменьшают влияние на спинной мозг при уменьшении количества дофонинергических нейронов тормозные влияния уменьшаются увеличивается активность активизирующие действия нейронов в полосатом теле они усиленно влияют на спинной мозг что вызывает при паркинсонизме нарушение вот такой моторики в виде тремора используется заместительная терапия когда мы применяем препараты которые действуют вместо дофамина на полосатое тело сам дофамин применять мы не можем поскольку он не проходит через гематенсфолический барьер вот а применяют предшественник дофамина L-диоксифенилаланин или как его называют аббревиатурой L-DOFA или леводопой эффект этот вот показан здесь эффект у препарата есть он усиливает позволяет усилить синтез дофамина в черном веществе и усилить воздействие на полосатое тело но в этой ситуации мы все равно не устраняем причину заболевания нейроны все равно продолжают гибнуть дозу L-DOFA приходится повышать и в конце концов L-DOFA прекращает действовать на больного кроме того при в этом случае мы повышаем уровень дофамина не только в черном веществе но во всем мозге и имеем те же имеем побочные эффекты противоположные вот при лечении шизофрении мы подавляли активность дофамина энергетической системы и имели нарушение моторики как при паркинсонизме здесь же мы активизируем активность дофамина энергетической системы и получаем в качестве побочных эффектов нарушение психики такие как галлюцинации и психозы то есть шизоидные изменения возможны при лечении предшественником дофамина ну а при передозировке получаем снижение подвижности и дискинезию кроме того кроме вот предшественника дофамина можно использовать и вещества которые имитируют эффект дофамина действуют являются меметиками дофаминэнергических рецепторов и действуют на эти рецепторы например вот два препарата бромокрептин и лизурин селективные агонисты второго подтипа дофаминэнергических рецепторов у них те же побочные эффекты что и у эльдофа медантан усиливает выделение дофамина нейронами черного вещества но количество этих нейронов как и при использовании леводопы уменьшается допренил или имепромин угнетает фермент монаминооксидазу B МАУ-B который разрушает дофамин поскольку активность фермента снижена фермент не работает дофамин не разрушается и продолжает действовать то есть мы таким образом продлеваем пролонгируем действие дофамина и если дофамин продолжает выделяться то и усиливаем его эффект но в этом случае мы тоже можем иметь побочный эффект в виде психических нарушений таких же как при Эльдофе поскольку избирательно угнетаем активность МАУ-B во всем мозге а не только черной субстанции вот как видите на этой схеме можно использовать и препарат который действует не на дофамин энергическую систему ее можно оставить в покое а помешать активизирующему действию нейронов полосатого тела неостриатума вот такой препарат используется вот циклодол как видите он тормозит действие неостриатума на спинной мозг и также используется для лечения этого заболевания болезни Паркинсона это центральный холиноблокатор но его применение ведет к привыканию а при передозировке к возбуждению галлюцинациям и спутанности сознания вообще всякое воздействие на холинергическую систему нежелательно нежелательно при этом мы почти наверняка каким-то образом будем влиять и на психику и на интеллект интеллект по-видимому связан с холинергической системой прежде всего с мускариновыми рецепторами следующая группа препаратов это так называемые антидепрессанты препараты группа одна из наиболее распространенных в настоящее время и применяется она для лечения различных аффективных состояний то есть состояний связанных с изменением эмоционального и мотивационного фона нашего очень часто люди испытывают длительно плохое настроение какую-то тоску идут к невропатологу в поликлинику а оттуда невропатолог его этого пациента клиента своего посылает уже к психиатру и психиатр часто прописывает такому больному антидепрессанты что в общем-то может быть и не совсем оправдано потому что не всегда плохое настроение связано с какими-то органическими поражениями мозга ведущими вот к таким аффективным нарушениям такие аффективные нарушения могут быть связаны с эмоциональными расстройствами сопровождающимися изменениями победения и главное вегетативными изменениями массы нарушения аппетита сна вот при этом возбуждение может чередоваться с возбуждением у нас беспричинная радость и возбуждение может меняться со смертельной такой тоской которая мы заранее знаем что через какое-то время сменится опять вот таким возбуждением и радостью вообще это конечно вот увеличение амплитуды таких вот изменений настроения это уже один из признаков нарушений каких-то функционирования нашего мозга потому что в принципе у нас постоянно сменяется сон и бодрствование радость и нерадость какая-то вот но амплитуды колебаний вот этих вот эмоций в норме ну достаточно малы и терпимы вот когда они нам кажутся нестерпимы нам кажется что мы заболели и нас начинают лечить заболевание такое называется маниакально депрессивным психозом вот он вот характеризуется это заболевание чередованием маниакальных и депрессивных фаз при этом на маниакальную стадию человек обращает внимание значительно меньше ну кто пойдет к врачу жаловаться на то что ему вот почему-либо сейчас радостно он сейчас вот все время радуется ему хорошо он счастливый такой вылечите меня от этого а вот когда становится человеку плохо он испытывает все время горе а вроде бы не с чего ему этого испытывать вот тогда он просит ему что-нибудь прописать какую-нибудь таблетку чтобы перестать это чувствовать ну и кроме того по времени маниакальная стадия занимает обычно более короткий период чем стадия депрессивная вот и сейчас основная масса больных вот психических страдает как раз именно депрессиями и получает вот эти самые антидепрессанты антидепрессанты депрессии вообще возникает по-видимому из-за того что у нас недостаточно активность адренергической системы вот слева показана норма когда медиатора ну прежде всего это норадреналин возможен и серотонин когда у нас медиатора много вот при депрессиях обнаружено что медиатора выбрасывается мало да и в самих нервных окончаниях этих визикул пузырьков с нейромедиатором также мало вот а антидепрессанты это препараты которые увеличивают количество норадреналина в нервных окончаниях и таким образом увеличивают и адренергическое воздействие на пост синаптическую мембрану вот и антидепрессантами могут быть препараты которые либо имитируют эффект этих двух медиаторов которые подавляют обратный захват норадреналина и серотонин и продлевают его эффект это могут быть также ингибиторы монаминооксидаза которые разрушают норадреналин и серотонин медиаторы не разрушаются и продолжают действовать на пост синаптическую мембрану эти нейромедиаторы накапливаются и эффект их благодаря этому таким окольным путем эффект их увеличивается усиливается антидепрессантам таким относятся прежде всего так называемые трициклические антидепрессанты называются они так из-за их химического строения вот вы видите их молекула состоит из трех циклов трех колец поэтому они называются трициклическими антидепрессантами например имезин или наиболее распространенный антидепрессант аметриптилин их применение приводит к накоплению этих медиаторов медиаторы начинают накапливаться сразу после приема препаратов хотя сам антидепрессивный эффект проявляется только после двух-трех недельного приема что оставляет огромный вопрос о том каков все-таки механизм этих депрессий и механизм действия антидепрессантов вот исходно как я уже сказал думали что это связано с недостатком серотонина и норадреналина их активности в мозге но увеличение этих медиаторов происходит сразу после приема препарата но само по себе накопление химического этих веществ не снимает депрессию значит механизм депрессии связан с чем-то еще могут быть ингибиторы монониноксидазы это вот моклабинит и депринил два препарата которые также накапливают эти медиаторы в мозге затем могут быть препараты каких-то других групп и в зависимости от того на что действуют эти вещества они оказывают различные действия они могут давать как стимулирующий так и седативный эффект например имезин прежде всего оказывает антидепрессивные действия а вот стимулирующего и седативного эффекта у него почти нет тогда как ингибиторы монониноксидазы являются одновременно и психстимуляторами оказывающими также антидепрессивные действия тогда как амитрептилин оказывает психоседативные действия и его применение приводит к развитию но он обладает снотворным действием к развитию сна его применение приводит вот и в общем-то его этот препарат можно использовать изначально как снотворное лекарство какое-то потому что после его приема сразу очень хочется спать а вот это вот депрессивного действия в чистом виде при этом не наблюдается антидепрессанты их длительный прием а прием обязательно неоднократный а многократный к ним может развиваться толерантность привыкание то есть эффект постепенно снимается и приходится повышать дозу такого препарата кроме того есть атипичный атипичный антидепрессанты ну вот например миансерин который устраняет какие-либо негативные эмоции но радости при этом не вызывает вообще должен сказать что антидепрессанты это препараты которые не хорошее настроение дают а устраняют прежде всего всякое настроение в том числе и плохое поэтому они используются как антидепрессанты но кроме того при МДП маниакально-депрессивном психозе есть еще маниакальные стадии где антидепрессанты менее эффективны вот для лечения маниакальных стадий используются так называемые нормы тимики соли лития сначала применяли карбонат лития углекислый литий и реже хлорид лития затем был создан оксибутират лития эти препараты снижали возбуждение на маниакальной стадии и приводили к нормализации мотивации и поведения не оказывая вот такого седативного действия или какого-то возбуждения они были просто нормализаторами поэтому они так и называются нормотиниками вот оксибутират лития это в принципе оптимальный препарат поскольку у него как катион так и анион как литий так и кислотный остаток гамма-окси-мастерной кислоты обладает фармакологической активностью литий это собственно норма тимик а гамма-окси-мастерная кислота обладает седативным успокаивающим действием и обладает также антигипоксическим эффектом то есть влияет положительно на интеллектуальные функции на эмоциональную сферу вот но это наш новый отечественный препарат оксибутират лития более распространен карбонат лития в психиатрической практике но будем надеяться что вот оксибутират лития займет также свое место механизмы действия у лития состоит заключается в том что литий это конкурент натрия и литий влияет на транспорт натрия в нервных и мышечных клетках и таким образом препятствует избыточному распространению и возбуждению по нервным волокнам кроме того литий увеличивает внутриклеточный обмен норадреналина и уменьшает количество свободного норадреналина подавляя вот эту по-видимому связанную с избыточным возбуждением маниакальную стадию хотя должен прямо сознаться что настоящие механизмы действия лития несмотря на простоту какой-то катион несмотря на простоту химическую до сих пор неизвестен побочные эффекты у солей лития связаны с негативным влиянием на функции желудочно-кишечного тракта и водно-солевой обмен нарушение вот этого водно-солевого обмена затем до сих пор мы с вами говорили о препаратах которые оказывают в основном седативные действия есть случаи когда нам требуется как-то стимулировать психические процессы ну например при выводе больного из коматозного состояния при таких психических нарушениях когда происходит отчуждение больного от окружающей обстановки от такая социальная отчужденность фиксируется вот нужно больного втянуть в эту вот жизнь в которой мы живем для этого его нужно чем-то простимулировать и для этого используют в частности психостимуляторы фенил в частности фенил алкел амины они химически схожи с адреналином и норадреналином и по-видимому влияют на эти медиаторные системы одним из наиболее распространенных психостимуляторов является фенамин например или амфетамин естественно все психостимуляторы обладают стимульными свойствами их действие ощущается и некоторые из этих стимуляторов вызывают зависимость и используются людьми как наркотики вот этот самый фенамин имеет даже специальные вот вы видите на картинке имеет синонимы у наркоманов так же как и другие приведенные ниже психостимуляторы помимо фенил и алкиламина есть так же психостимуляторы это производные пеперидина например передрол и ксантины к которым относятся известный нам по нашим кухням кофеин и уже лекарственный препарат сиднокарп и кофеин и сиднокарп действуют через аденозиновые рецепторы оказывают влияние одним и тем же методом мы с вами когда-то уже говорили о возможных механизмах действия кофеина сейчас я коротко напомню о них вот есть у нас носитель энергии аденозин трифосфат АТФ который несет энергию в химических связях фосфорного остатка с аденозином при отщеплении такого фосфорного остатка получается аденозин дифосфат АДФ и выделяется энергия которая используется для других химических реакций если энергия требуется и нам требуется какая-то деятельность дальнейшая мы продолжаем использовать ее и отщепляется второй фосфорный остаток получается два фосфорных остатка много-много энергии которая используется и аденозин монофосфат вот третий фосфорный остаток отделиться уже не может практически связь очень прочна но он зато действует вот этот аденозин в аденозин монофосфате взаимодействует с аденозиновыми рецепторами и запускает процессы мозги которые приводят к возникновению чувства усталости и мы прекращаем нашу деятельность мы усталые садимся ложимся на диван в общем перестаем работать перестаем расходовать аденозин 3 и ди фосфат как только мы перестаем расходовать эту энергию включаются наши биохимические механизмы и начинается синтез из аденозин монофосфата аденозин D и 3 фосфат и когда аденозин монофосфат становится мало у нас освобождаются вот эти вот аденозиновые рецепторы от аденозин монофосфата и чувство усталости устает усталости и исчезает если нам нужно продолжить нашу деятельность а возможности отдохнуть и набраться сил у нас нет мы применяем какие-то химические способы воздействия пьем крепкий чай или кофе то есть вводим кофеин а кофеин напомню это блокатор аденозиновых рецепторов мы таким образом с помощью кофеина перестаем чувствовать наличие аденозин монофосфата большого количества этого вещества и соответственно исчезает чувство усталости то есть мы таким образом путем блокады аденозиновых рецепторов убираем чувство усталости и как бы ну обманываем свою нервную систему и наконец есть группа препаратов которые одно время относили также к психостимуляторам их не рекомендуют ну большинство из них не рекомендуют принимать перед сном потому что они могут мешать нашему засыпанию они могут немножко возбуждать нас могут увеличивать нашу двигательную активность во всяком случае они повышают нашу зоркость ускоряет реакцию нашу вот это так называемые ноотропы группа веществ это даже не класс веществ а группа веществ которые чем-либо улучшают высшие интегративные когнитивные функции мозга ну обычно речь идет о нарушенных интеллектуальных процессах интересна история открытия этой группы препаратов когда-то пытались создать препарат на основе гамма-аниномасленной кислоты это очень увлекательно было бы создать такой препарат поскольку сама гамма-аниномасленная применяется нашим организмом и мозгом во всех процессах вот саму гамма-аниномасленной как лекарственный препарат очень сложно потому что она не проходит как и любая другая аминокислота через гемотенцифалический барьер есть лекарственный препарат мы о нем чуть ниже будем говорить сама гамма-аниномасленная кислота которую используют в очень больших дозах и буквально ну как бы продавливают через этот барьер в мозг чтобы она подействовала ну как можно изменить эту гамма-аниномасленную кислоту чтобы она проходила в мозг мы уже говорили о гамма-оксимасленной кислоте когда аминогруппу на гидроксильную группу заменили и оксимасленная кислота стала она прекрасно проходит через барьер и таким образом открыли сделали оксибатират натрия вот здесь просто взяли и как бы в кольцо вот завернули гамма-аниномасленную кислоту убрали воду и соединили углерод с азотом получился вот такое вот такое пиролидоновое кольцо получился оксопиролидон вот и оксопиролидон хорошо проходит через барьер гемотенцифалический вот на его основе и пытались сделать как раз лекарственный препарат создание лекарственного препарата это процесс довольно длительный там требуется сначала провести много исследований на животных убедиться в отсутствии токсичности у предполагаемого препарата и только после вот такого скрининга просеивания через кучу тестов и выяснение всех эффектов основных и побочных токсичностей такой препарат выходит в клинику и начинаются клинические испытания так что препарат процесс этот и длительный и очень дорогой вот ну поскольку все-таки что-то такое сделали да еще надо сделать лекарственную форму сделали лекарственную форму такую вот на основе пиролидона и попытались все-таки найти хоть что-то чтобы создать лекарственный препарат и таким образом окупить все затраты на исследование был создан лекарственный препарат который проходил исследование в клинике вот его использовали для довольно малораспространенного я даже не буду называть его нервного там нарушения одного вот и когда больной этот принял этот препарат препарат называли пироцетамом то он субъективно почувствовал какие-то необычные психические изменения у него ну как бы пелена упала вот с глаз он вдруг увидел все вокруг по другому у него ну как он описывал улучшилось и мышление и память в общем как будто бы какие-то тормоза ненужные из головы у него убрали вот как только он описал вот это свое состояние этот препарат этот пироцетам тут же забрали из клиники и вернули на доработку на исследование по новым показаниям по влиянию на высшие интегративные функции мозга на интеллект вернули лабораторию экспериментальную и там стали исследовать уже по нестандартным методикам вот оказалось вот эта группа вся соединений назвали их в конце концов наотропами вот оказалось что эти вещества могут обладать стимулирующей активностью вот но стимульными свойствами они все-таки не обладают они не влияют на эмоции и мотивации часто эти препараты обладали антигипоксической активностью усиливали синтез адодозин трифосфата вот и улучшали мозговое кровообращение вот и первым препаратом о котором я сейчас вам рассказал был вот пироцетам или его сейчас многие даже больше знают под названием ноотропил вот и в клинике стали использовать вот одним из таких в клинике стали его использовать по самым различным назначениям при самых различных заболеваниях когда требовалась какая-то нормализация функции мозга вот а в качестве скрининговой экспериментальной методикой на животных стали использовать но типичный эксперимент для выяснения ноотропной активности стали использовать так называемый условный рефлекс пассивного избегания на этой методике изучали мнестические процессы процессы консолидации памяти вот когда-то вот сейчас вспомнили про эту методику стали ее использовать вот для оценки ноотропной активности она хороша тем что позволяет точно зафиксировать момент введения информации и момент ее нарушения то есть мы можем точно знать когда мы ввели вещество а зная фармакокинетику этого вещества можем знать когда оно появится в мозге или там в тех или иных даже отделах мозга ну в чем заключается вот урпи животное сажает в освещенное при обучении в освещенную камеру и благодаря так называемому норковому рефлексу мышь или крыса на тех и на других работают мышь или крыса забегает в затемненное отделение где получает электроболевое раздражение мы точно знаем момент наказания затем животное тут же вынимает если через сутки через 24 часа посадить в освещенное отделение опять такое животное то оно в опасное затемненное отделение уже не зайдет оно будет его бояться и будут проявляться все признаки страха локализация писк животное будет мочиться дефекация будет если же мы будем использовать какой-то амнезирующий фактор самый простой это электросудорожный шок мгновенное нанесение удара током приводящим к судорогам и возникает постконвульсионная амнезия мы точно мы знаем уже не только момент введения обучающей информации но и момент амнезирующего воздействия вот после этого если животное посадить опять через 24 часа после обучения осветленное отделение то животное спокойно зайдет в затемненное отделение с электродным полом и большая часть времени проведет именно там ничего не опасаясь то есть оно не будет помнить о том что там его могут ударить током что там страшно ну так предполагает во всяком случае и никаких признаков страха не будет проявлять если же нанести электросудорожный шок например через минуту а еще лучше через 10 минут после обучения то постконвальсионной амнезии наблюдаться не будет если же электросудорожный шок наносится в течение первых 50 секунд после обучения то мы будем иметь дело с амнезией но если мы используем ноотроп и ноотроп вводим сразу после обучения или обучение проходит на фоне действия ноотропа ноотроп в это время уже должен действовать на мозг то ретроградной амнезии в результате электросудорожного шока не развивается и при тестировании через сутки после обучения животное по-прежнему как и в норме несмотря на электросудорожный шок заходить в опасное отделение не будет вот оказалось что ноотропа как раз обладает вот таким вот антиамнестическим действием они устраняют эту амнезию и предотвращают ее причем они предотвращают ее в первую очередь если вводить их до обучения до амнезирующего воздействия или сразу после амнезирующего воздействия гораздо хуже будет эффект если вводить препарат непосредственно перед тестированием когда уже ну видимо процесс консолидации уже прошел все стерлось все нарушено вот в этих случаях не помогают ноотропы кроме того оказалось эксперименты показали что ноотропы можно использовать и для нормализации развития организма так если у нас патогенный фактор действует может действовать как внутриутробно так и после рождения на развивающийся мозг и в результате в конце концов мы получим потомство с какими-то дефектами оно будет хуже обучаться различным навыкам у него у него будут различные у этого потомства будут различные дефекты поведенческие мотивационные и эмоциональные вот если же использовать ноотроп до рождения и после рождения а оценивать результаты отставлено уже у взрослого животного для ну крысы и мышей достаточно двух месяцев через два месяца они будут тоже половозрелыми вот то в этом случае мы будем уже наблюдать какой-то лечебный эффект некоторая нормализация функций мозга будет в том числе и при оценке электрофизиологии мозга и биохимии то есть по-видимому ноотропы можно использовать и для превентивного лечения для применения у людей у детей при наличии каких-либо факторов риска таких факторов риска достаточно много это может быть и травма какая-то внутриутробная или химическая могут быть вот наиболее распространены гипоксические нарушения в том числе у матери может быть удушение при родах вот наконец очень многие наверное знакомы с ноотропами с тем же ноотропилом который прописывает при старении при различных нарушениях нервных и психических у пожилых людей ну во всяком случае считается что ноотропил не ухудшает деятельность мозга и сердечно-сосудистой системы а во многих случаях даже и улучшает ноотропам помимо вот пероцетам это первый ноотроп и наиболее распространенный относится также ряд других производных перолидона другие рацетамы вот онирацетам итирацетам оксироцетам а также препараты действующие на холенергическую систему вот я уже говорил что всякое подавление активности холенергической системы влияет на интеллектуальную сферу негативно и холенопозитивные вещества естественно должны ну как предполагать должны влиять положительно на когнитивные процессы и нормализовать вот эти вот все нарушения и действительно во многих случаях мы эти эффекты видим вот кроме того в качестве ноотропов используются препараты относящиеся к гаммкардической системе ну одно время сюда относился как циклическая производная гамм и сам пероцетам и сам эрацетам кроме того это аминалон или гаммалон который используется в дозах несколько грамм в одной таблетке пантагам и натрия оксибутират натрия оксибутират обладает несколькими функциями довольно широкой сферы применения и вот мы уже говорили что его можно использовать как ну исходно он был создан даже просто как общий анестетик затем его можно использовать как транквилизатор успокаивающее вещество и он так используется в виде микстуры на основе соков различных растений в разных странах у нас он в виде сахарного такого сиропа применяется для этих целей вот ну и наконец натрия оксибутират можно использовать и благодаря его ноотропным свойствам которые видимо объясняются антигипоксическим действием этого препарата я уже говорил о том что ноотропом относятся вещества которые улучшают мозговое кровообращение это вот церебральные вазодилататоры расширители церебральных сосудов ковентон или венпоцетин и ценорезин или стугерон естественно улучшая мозговое кровообращение они оказывают и антигипоксическое действие и вообще положительно влияют на функции мозга ноотропами называют и группу веществ которые сейчас можно слышать даже в рекламе по радио и телевизору это так называемые антиоксиданты или мембранопротекторы которые перечислены здесь ну и к ним кстати относится и экстракт женьшеня антиоксиданты это препараты которые блокируют устраняют так называемые химические радикалы это химические радикалы это химически активные осколки химических реакций окислительно восстановительных которые вступают в реакции с другими биологическими молекулами в частности с молекулами мембран и разрушают их антиоксиданты поэтому они еще и мембранопротекторами называются антиоксиданты взаимодействуют и инактивируют эти свободные радикалы биологически активные вещества и таким образом защищают наши клетки от действия этих свободных радикалов которые образуются при всяких интоксикациях при стрессах при действии токсинов и возникают в изобилии при любом заболевании очень популярны и модны сейчас в нейропсих фармакологии нейропептиды среди которых ищут препараты которые влияют прежде всего на интеллектуальные функции то есть ноотропы это нейропептиды и действительно созданы уже несколько лекарственных препаратов относящихся к этой группе которые обладают ноотропными свойствами и в справочниках они помещаются именно туда это например так называемый семакс название происходит от семи аминокислот препарат состоит из этих семи аминокислот и представляет собой однопроцентный раствор который вводится интраназально вот интраназально он для того и вводится чтобы через обонятельные рецепторы попасть в нервные клетки и по обонятельному нерву дальше попасть в мозг минуя гематоэнцефалический барьер вот ацеребролизин это смесь 18 аминокислот как бы гидролизат такая мекстура из 18 аминокислот которые получают путем химического разрушения мозгового вещества ни один ноутроп не вызывает привыкания и эйфории кроме натриоксибутирата натриоксибутират обязан это делать он транквилизатор ко всему прочему ну и для ноутропов практически нет каких-либо противопоказаний правда и эффект у них достаточно слабый по сравнению с другими химическими веществами кроме того достаточно проблематично и их антиамнестическое действие влияние на высшие интегративные функции одно время среди ноутропов искали ну как бы вещество памяти представляете вы съели там таблетку с нейрофармакологией там с общей фармакологией и таким образом получили соответствующую информацию вот это сделать естественно невозможно как всегда оказалось вот и те модели которые использовались для изучения антиамнестического действия предполагаемых и известных ноутропов тоже оказались недостаточно корректными например для создания амнезии используют вот мы уже говорили о постконвульсионной амнезии вот и кроме того используют различные химические воздействия или повреждения ну при повреждении мы разрушаем мозг понятно если после этого какое-то вещество способствует восстановлению функций мозга и его питанию как это делают ноутропы естественно оно будет улучшать по сравнению с нелеченным мозгом состояние такого мозга и поведение его хозяина но есть химические способы воздействия например с помощью блокатора мускариновых рецепторов можно выключить эту часть холенергической системы мозга вот оказалось что если с помощью вот такого блокатора скополамина блокировать мускариновую систему и затем воспроизвести навык на обучение провести на фоне так же как при электросудорожном шоке на фоне выключенной мускариновой холенергической системы а воспроизвести навык на фоне включенной то возникает скополаминовая амнезия животное ничего не помнит и воспроизвести навык прежний не может но если мы повторно выключим перед обучением перед простите воспроизведением выключим опять мускариновую часть холенергической системы повторно введя скополамин то животное прекрасно воспроизводит навык оно как и в норме вот центральная верхняя картинка не входит в опасное отделение также пищит также наблюдается мочи спускания и дефекации усиленные следовательно получается что воспроизводить навык и воспроизводить навык и запечатлевать его фиксировать необходимо в одних и тех же условиях значит если у нас вот запоминание происходит в одном состоянии консолидация памяти происходит в одном состоянии и воспроизведение навыка происходит в том же практически в том же состоянии то воспоминание успешно а вот если мы воспоминание производим при измененном состоянии мозга то есть вспоминает уже другой мозг мы сталкиваемся с амнезией измененный мозг воспроизвести прежнюю информацию уже не в состоянии и вот ноотропы каким-то образом способствуют одинаковости мозга при консолидации и воспроизведении такого навыка ну кроме того вот такой феномен как диссоцированное обучение о которой о котором я сейчас говорил когда в разных состояниях мозга оказывается невозможным воспоминание позволяет использовать для каких-то специальных целей человека то есть человек может быть использован допустим какими-то спецслужбами для перевозки информации он куда-то представьте себе там приезжает ему из одном состоянии у него мозг находится ему предлагает что-то такое допустим выпить изменяет состояние мозга вот в этом состоянии происходит запоминание дают что-то прочитать запомнить затем человек такой отсыпается мозг его прежнее нормальное состояние восстанавливается но сам мозг изменен уже и консолидация того что запоминалось прошло в другом состоянии и человек уже ни под какой пыткой не может выдать то что он запоминал он просто этого не знает то что он запоминал вот кроме того я должен сказать несколько слов о социальной роли психофармакологии ну я думаю что понятно что ну вот мы уже говорили о том что бензодиазепины в некоторых странах используются для того чтобы ну всех уравнять так сказать под гребенку все должны были быть одинаковы и удобны для общества вот можно это делать или нет этот вопрос еще не решен потому что мы все-таки все очень разные можно использовать психотропные средства для влияния на психику человека чтобы изменить ее сделать удобной для других во всяком случае для больных больных применяют нейролептики которые являются химической смирительной рубашкой я уже говорил по-видимому это положительная сторона психофармакологии кроме того можно использовать эти вещества и в качестве наркотиков уже говорили то есть вообще с помощью психотропных и вообще нейротропных веществ можно влиять как на поведение так и на мотивации на желание менять жизнь человека его представление о жизни вот можно ли это делать или нет это вопрос стоит это вопрос который еще предстоит решить решить еще нерешенный но такие возможности у нас во всяком случае есть и исследования поиск препаратов которые бы влияли как можно слабее и избирательно на психические процессы продолжается до сих пор и по-видимому будет продолжаться всегда благодарю за внимание и на 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 логах все и как Продолжение следует...